Рождество Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября. Мне стало интересно, какие еще значимые события произошли в этот день. Оказывается, именно 21 сентября в Рождество Богородицы произошла Куликовская битва. Битва, которая положила начало русской государственности, в основе которой была православная вера. Ну и вдохновившись сиратными подвигами русских воинов, мы отправились на улицы Екатеринбурга. Здравствуйте, уважаемые зрители. И снова мы на улице города Екатеринбурга, где спрашиваем у прохожих, а помнят ли они что-нибудь о Куликовском сражении. Ой, извините, я сейчас не помню. Дату не помню, на цифры плохая память. А так, кто с кем сражался? Предположительно, объединенные русские войска. Время Руси с монгол-датарами, насколько помню. Ну, наверное, Россия с французами. А еще варианты есть? Нет. Бились. В 1380 году была Куликовская битва. А кто с кем? Ну, Александр Невский с монгол-датарами. А кто победил? Ну, вообще спорная была ситуация, потому что, как бы, победили-то мы, но очень большие потери были. Дмитрий Донской, Куликово поле. Очень много споров, где же до самом-то деле было. Как-то так. Ну, первое сражение, такое крупная победа русских над монгол-датарами. Я ничего не помню. По-моему, Александр Невский со шведами. Ну, Куликовская битва была где-то в 1600-м каком-то году. Я вообще ничего не помню такого. Ну, по истории проходили, да. Александр Невский, по-моему. Как, возмутился по поводу этого и, как бы, вот... То есть было сражение? В новом поле было сражение, и мы, по-моему, выиграли. А наши с монголами? Совершенно верно. А вот еще вопрос. Что после этого стало происходить с Русью? Ну, мы перестали, по-моему, платить дань монголам. И, ну, в общем, вышли постепенно из-за подбыха пеки. И, ну, победа, грубо говоря. О, вы знаете, если честно, в институте, в котором училась я, не было истории. А, Куликовская битва – это освобождение... Практически это... Попытка русских солдат, русских, рыцарей, да, русских воинов отбиться от монгол-татарского иго. Не знаю, не помню. Мы с монголами. Так. Вот, и там покричали и ушли. А еще варианты? Да еще не помним, что-то Куликовское. А что там? Мы там подрались, и все. Мы спрятались и ушли. Спасибо вам, ребят, большое. Всего доброго. Ну, отрадно, что наши горожане знают свою историю. Пусть хоть и немного волнуются, ведь все-таки приходится говорить на камеру. Главное – знаем и помним. Итак, Куликовское сражение, 1380 год, 21 сентября. На Куликовом поле перед войском Дмитрия Тонского стоит многотысячная Орда Мамая. Накануне битвы великий князь Дмитрий отправляется в Троицкий монастырь за благословением к преподобному Сергею Радонежскому. Просите. Святой отец не только преподает ему свое благословение, но и посылает двух своих иноков на битву. Схимонаха Александра Пересвета и схимонаха Андрея Аслябю. В прошлом – брянских бояр и известных богатырей. Именно Александру Пересвету выпала честь начинать битву, сразившись с непобедимым Мурзой Челубеем. Потомкам Печенегов он, подобно Голиафу, слыл непобедимым, но с духовным богатырем справиться не смог. Пересвет выехал на бой с одним лишь копьем, без доспехов, в одной схеме, но с молитвой и игуменским благословением. Всадники разогнали их коней, столкнувшись насмерть, пробили друг друга копьями и пали замертво. Но, в отличие от Челубея, Пересвет остался в седле, что стало добрым предзнаменованием. Андрея Аслябю также погиб в этом бою. На Куликовом поле произошла духовная победа, потому что на битву, точнее, съехались и москвичи, и белозерцы, и ростовчане, суздальцы, владимирцы, костромичи, дмитровцы, а вернулись к единым русским народам. Сражение, которое произошло в 1380 году, 21 сентября, явилось началом объединения Великой Святой Руси. Сама Пресветая Богородица способствовала этому. По преданию преподобный Сергий Радонежский благословил великого князя Дмитрия Донского иконы Богоматери, то и самое, что потом стало называться Донской. После победы Дмитрий Иоаннович поставил на Куликовом поле храм Рождества Пресвятой Богородицы и установил днем вечного поминовения павших воинов Дмитриевскую Родительскую Субботу, ближайшую субботу ко дню святого Дмитрия Солунского. Здесь же в храме были погребены тела двух русских воинов, схемонахов Александра Пересвета и Андрея Сляби. А Донскую икону поместили в Кремле, сначала в Успенском соборе, а затем ее перенесли в Благовещенский храм. Потом Донская икона спасла Москву от нашествия крымского хана Казагирия, и именно в ее честь был основан Донской монастырь. Итак, четверть часа продолжается, и сегодня, уважаемые зрители, мы предлагаем вашему вниманию новую песню автора-исполнителя Игоря Растеряева «Ходики». Наши постоянные телезрители видели Игоря Растеряева в гостях у телеканала «Союз», после чего мы получили положительные отзывы о творчестве музыканта. И вот сейчас предлагаем посмотреть клип и послушать одну из его новых песен. Итак, «Ходики» в эфире телеканала «Союз». «Ходики» в эфире телеканала «Союз» «Ходики идут на столе вино, солнце луч спешит в закрытое окно. Я пока что треск, а вчера был пьян, философия одна, старенький диван. Я всю жизнь на том диване пролежал с похмельной дрожки, сам себя велее блажен, в бою кивая ложка. Хорохорясь или пениси, валяясь, как колода, только «Ходики» на стенке мне отсчитывают годы. Мне на подоконни дожди к воду льёт, а в угловой твоне боженька живёт. «Ходика» кукушка счёт ведёт часам, что мне дальше делать, я не знаю сам. Жизнь идёт из перекуров, тамбуров и каламбуров. Почему всё так уныло, почему всё так подура? Не куку и кукушка, помолчи давай, подбегай несколько годы, батька Николай. Но не оправдаться мне в твоих глазах, правы только стрелки в стареньких часах. А чёрная ночь, белый день, страх и дождь, лень. Годы мои, годы, что за кутильма? Мне моя свобода стала как тюрьма. Видимо, на свете самый тяжкий труд слушать, как на стенке ходики идут. Ходики идут, на столе вино. Солнце лучше стучить в закрытое окно. Воскресенье 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 Ну что же, уважаемые зрители, четверть часа потихонечку подходит к своему логическому концу. Что ещё хотелось бы вам сказать? Сегодня в 11 часов по Москве у вас есть возможность посмотреть документальный фильм о житии преподобного Сергия Радонежского. Итак, в 11 часов по московскому времени. Но сейчас читаем Евангелие и церковный календарь. В эфире Телеканал Союз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова